Я враг номер один в России. Для американской делегации встреча с Собчаком, это было «О, мой Бог!». Мы надеемся, что он будет следующим президентом. Вы не хотите учиться в Стэнфорде? Когда я был послом, все время богатые люди. Они сказали, «Майкл, ты можешь мне помогать, чтобы мой сын попал в Стэнфорде?». У нас бывший премьер Украины сейчас, Алексей Гончаров. Он сейчас здесь. Он у меня. Ваш президент считает, что все ЦРУшники… Все равно НАТО не распустим. Это плохо для России. Это не плохо для меня. Это плохо для русских. Я был послом в довольно тяжелом времени. Но сравнивать сейчас? Ужас сейчас. Всем привет! Сегодня мы в городке Пало-Альто. Другими словами, в Стэнфорде. Это самый центр знаменитой Кремниевой долины. И ее официальная столица. На сегодня я здесь не ради программистов, а ради жанра, который в моем детстве на телеке назвали бы, знаете, встреча с интересным человеком. Майкл Макфол – бывший посол США в России. Ближайший соратник Обамы и главный партнер серого кардинала Кремля Владислава Суркова. Этот путь от явного друга России до человека нежелательного в Российской Федерации занял десятки лет. Он общался со всеми – с Горбачевым, с Ельциным. Был, кстати, хорошо знаком с моим отцом в его бытность, мэром Санкт-Петербурга. И, конечно, с Владимиром Путиным. В 2008 Макфол был автором перезагрузки наряду с другими людьми между Россией и США. Перезагрузка, как мы понимаем, не удалась. Зато у самого Макфола вполне сложилась академическая карьера. Здесь, в Стэнфордском университете. За 130 лет своего существования Стэнфорд собрал вокруг себя массу мифов. Один из крупнейших мировых частных вузов известен, например, знаменитым Стэнфордским тюремным тестом. Ну, помните, когда одна группа студентов доминировала над другой? Такие эксперименты у критиков Стэнфорда принято объяснять чуть ли не влиянием ЦРУ. Для российской пропаганды Стэнфорд – уже давно такая привычная пугалка. Нам любят рассказывать, как на деньги Госдепа и ЦРУ здесь готовят российских инагентов. Майкл Макфолл, 58 лет. Родился в Глазго, штат Монтана, США. В 1986 году окончил Стэнфордский университет. Известный специалист по России и Восточной Европе. Неоднократно посещал Советский Союз и Россию. Впервые в 1983 году. С 2012 по 2014 год послал США в Россию. В США его называли архитектором перезагрузки, нового курса, направленного на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Макфолл известен резкими высказываниями о внешней и внутренней политике России и встречами с представителями российской оппозиции. В апреле 2016 года пресс-секретарь Митроссии Мария Захарова назвала Макфолла антипримером поведения главы дипмиссии. По мнению Макфолла, США должны обуздать Россию. В ноябре 2017 года стало известно, что Майкл Макфолл внесен в список тех, кому запрещен въезд в Россию в связи с тем, что он активно участвовал в разрушении двусторонних отношений. После ухода с госслужбы вернулся к преподавательской деятельности в Стэнфордском университете. Автор таких книг, как «Незаконченная революция в России от Горбачева до Путина» и «Продвижение демократии за рубежом. Почему мы должны делать это и как мы можем сделать это?» Свободно владеет русским языком. Свободно владеет русским языком. Майкл, спасибо большое за эту возможность. И здесь, конечно, приятнее сидеть, чем в студии информационного телеканала. Ну, приятнее или нет, но это где я работаю, это мой институт. И это мой последний подарок, хотел передам. «From Cold War to Hot Peace». Спасибо. Да, я написал, я надеюсь, что мы можем встретиться в Москве, когда этот Hot Peace заканчивается. Поэтому будем надеяться на это. А вам кажется, что то время, которое мы сейчас с вами переживаем в отношениях России и Америки, это не вторая холодная война, это именно что-то новое под названием «Горячий мир». Да, я так и читаю, но я сознательно звал это слово «Hot Peace», чтобы делать какое-нибудь вспоминание, что было раньше. Но это не совсем то же самое сейчас. Я об этом напишу. Между прочим, моя нынешняя книга – это насчет российские, китайские, американские отношения. А что новое, что мы повторим. И самое главное, мы делаем много-много ошибок, я считаю, во время холодной войны. Советский Союз делал много-много ошибок тоже, между прочим. И я надеюсь, что мы можем узнать эту историю, чтобы не повторить это. Ну, мы об этом еще сегодня поговорим, это важная тема, но я хочу начать с другого. Расскажите про Стэнфорд немножко. Все-таки для вас это продолжение политической карьеры или это такая суперкомфортная элитная пенсия, на которой вы уже как бы находитесь? Ну, во-первых, это не пенсия. Имею в виду, я здесь учился, да, когда я родился в штате Монтана, попал здесь, когда у меня было 17 лет. Учился здесь. Я засчитал докторскую стипендию диссертации в Оксфорде, да, не здесь. Ну, я вернулся сюда, стать профессором в 95-м году. Между прочим, после того, как я открыл Московский центр Карнеги в Москве, это было в 94-95-м году. И я вернулся сюда, и это где я работаю. До смерти. Это, ну, и уверьте, это такой... Я считаю, это самый лучший университет в мире. И я могу много об этом говорить, если вам интересно. Но в том числе это в Калифорнии, в том числе это где мой... Я встречался с женой здесь, когда я был молодой человек. Мой и той, и другой. У меня два сына. Они родились здесь. Они учились здесь. Я считаю, это мой базовое место для работы. А когда Лури говорит... Имеет в виду, что я не был профессиональным послом, да. Обама меня попросил это делать. Это не было мое предложение. Моя профессиональная работа – это академическая работа. Ну да, вы советолог. Вы как бы человек, который давал советы по Советскому Союзу, был экспертом. Да, ну не только имею в виду. Интересно. Моя диссертация не была о Советском Союзе. Моя диссертация была о Южной Африке. Я 10 лет... Это даже как-то унизительно. Многое это не знают. Особенно в России. Они думают, что я все... Только работал на России. Но у меня работа на Африке, Польша, Китай, Восточный... Ближний Восток. То есть я политолог. И, в общем-то, я занимаюсь политическими движениями и международные отношения, как они связаны с политическими движениями. Не только Россия, а весь мир. Но я 30 лет, 25 лет работал как профессором, а два года работал как послом. Елена, бухгалтер, Зеленоград. Опыт работы, 6 лет. Николай, продавец. Москва, стаж 12 лет. Ирина, администратор Санкт-Петербург. Опыт, 9 лет. Алексей. Стоп, Алексей. Спасибо, конечно, что вы пришли. Но давайте перенесем наше знакомство в более подходящее место. Для поиска сотрудников есть понятная эффективная площадка – сервис «Авито Работа». Более 18 миллионов, именно столько человек просматривает здесь вакансии ежемесячно. Всего за несколько кликов вы можете создать вакансию, и первые отклики не заставят себя ждать. Размещайте ее по ссылке в описании. А на ряд специальностей на размещение сейчас действует скидка 50%. Ну а если вы на «Авито Работе» не впервые, советую получить отметку «Компания проверена», которая вызовет еще большее доверие соискателей и увеличит число откликов. Чат-боты, автоматическое приглашение на интервью и другие инструменты подбора сотрудников на «Авито Работе» есть все, чтобы найти команду для вашего бизнеса. Вы мыслите, отсюда переход еще куда-то? Или сейчас вы находитесь в ситуации, когда вот это и есть некий венец карьеры, и вы хотите здесь, так сказать, устроиться желательно навсегда? Ну, желательно здесь, это личное место работы, иметь в виду, я прекрасно живу, и я на телевидении работаю сейчас тоже, иметь в виду, на NBC. То есть у меня есть портфолио работы, да, у меня много раз, разные часы работы сейчас. Я профессор – это один, телевидение – это второй, советник для администрации Байдена – это третий. Я очень часто общаюсь с коллегами, я все их знаю, поскольку мы работали вместе. А вернусь, если была бы возможность вернуться к работе в администрации, я сделал бы, но не получилось этот раз. Есть только три-четыре места, где я могу работать сейчас, да, уже много уже делал. Я не могу вернуться в Совет Безопасности, как человек, который отвечает за Россию. Я уже это делал, я уже был послом в России, я не могу вернуться. Хотя эта работа, я мог бы когда-нибудь вернуться, если как и получилось, но должен быть другая время до этого. Ну да, вы были в самом таком тяжелом периоде, тоже об этом поговорим. Вот хочу спросить вас про недавно произошедший скандал с утечкой вашей переписки с неизвестным пользователем Твиттера. Меня поразило, что вы были таким откровенным в этой переписке. То есть вы рассказали, что прекрасно себя чувствуете без проклятой российской визы, зарабатываете миллион долларов в год и живете в гигантском доме в раю. Вот что вас вынудило на такие откровения? Вы же профессиональный дипломат. И вы понимали, что это вообще неизвестный человек, может быть, специально вас провоцирующий. Это было, да, я уже знаю. Но это была ошибка, это была глупость. Ну, я объясняю, но я хочу сказать сто процентов, это была глупость для меня. Я должен, конечно, есть люди, которые мне получают зарплату, чтобы атаковать меня. И не только на социал-мире, между прочим, это вообще есть. Я знаю это. Но вы же знаете это, да? Да, и вот я и делал ошибку. Я хочу откровенно говорить. А как объяснить? Вы же суперпрофессиональный дипломат. Вы же живете в этом много лет. Не, на самом деле, я не суперпрофессиональный дипломат. Я очень, мне очень жалко, что у нас, наше отношение между Россией и Америкой, ситуация, которая сейчас есть. Я 30 лет работал, чтобы это было бы иначе. И для меня это трагедия, что ваш президент, господин Путин, меня ненавидит. И все время хотел объяснить, что я виноват, что у нас плохие отношения. И они хотят, это и сознательно такая компания, они хотят говорить, что вот Макфалл неудачный человек, он ничего не получилось, и ему выгодно из посольства, которое это полная ерунда. И они все время хотели осознать такой имидж, что моя жизнь очень плохая. И бедный человек ищет какую-то возможность жить иначе. И из-за этого я хотел... Поддались на эмоции. Да, это было бы чистые эмоции. А вам часто эмоции мешают? Конечно, это большая слабость, которая у меня есть, безусловно. Но в этом сообщении для меня лично еще почувствовалась какая-то ваша, скажем так, обида на всю ситуацию, вот особенно с Россией, вот эта проклятая российская виза. Для меня в этих словах читается, что на самом деле вы бы, конечно, хотели, чтобы такого статуса нежелательного человека в России у вас не было, чтобы вы могли приехать и так далее. Это так? Конечно, безусловно. То есть обида есть? Много причин, иметь в виду. Есть личные причины и политические. Личные причины. Иметь в виду, я первый раз был в Советском Союзе в Ленинграде в 83-м году. Это был мой первый раз за границу, между прочим. Обычно американские в Англии, Германии, Италии, Мексико. Мой первый раз за границу был в Советском Союзе. Потом я учился у вас в 85-м году, потом я жил у вас в 90-91 году. И это как раз, когда мы встречались с вашим папой, и сидел с ним, господин Путин и господин Сеча, между прочим. Это была тусовка. Это был первый раз, когда я познакомился с этими людьми. И с Игором, между прочим. Игорь Иванович, если я не ошибаюсь. Мы устроили семинары для мера, для вашего папы. И это был демократический процесс в городской Совете или что-то в этом плане. А какое тогда впечатление Путина и Сечин на вас произвели? Вот в том статусе, когда они еще работали, начинали свою карьеру в Питере? Ну, имей в виду, ваш отец был очень впечатляющий человек. Огромный такой харизма, очень образованный. Меня стыдно, я это говорю перед этим. Но, может быть, вы слишком молодой. Но для американской делегации встреча с Собчаком, это было, о, мой бог. Я вот такой классный человек. Не дай бог, мы надеемся, что он будет следующим президентом. Он такое впечатление. Он даже к тебе мурашки. Ну, это было все так и считалось. И я в том числе. У меня было большое уважение для вашего отца. Сидя около Собчака, вы не делаете никаких впечатлений. Извините, и Путин не виноват, он просто, он, 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 он помощник, да? Он сидит спокойно. То есть никаких впечатлений, надо сказать честно. С этим было иначе. Я работал более тесно с ним. Я, я вспомнил, когда Путин стал президентом, меня спрашивали. И я сказал, когда я с ним встречался, если я должен назвать тысяч людей, который мог бы стать следующим президентом, то есть именно в 90-м году, он не был бы в этом списке. То есть это было такое большое удивление. Очень большое удивление. Ну, мы еще к этому вернемся. Давайте закончим про Стэнфорд. Опять же, про вот это сообщение. Ну, говорит о Стэнфорде. Да, почти миллион долларов в год. На ваш взгляд, это большая зарплата для профессора Стэнфорда? Это не моя зарплата. Это вы решили немножечко преувеличить? Ну, ну, имею в виду, что я, я не буду говорить о деталях, но просто для понимания. У меня базовая зарплата из Стэнфорда, но это не единственный, как сказать, расход. Доход. Доход. То есть вы имели в виду, что это ваш общий документ? Да, да, я работал для НБС. А можете сказать, какая зарплата в Стэнфорде? Нет, я не могу. Не можете. Но она меньше, чем эта общая сумма, чем миллион долларов. Да, но иметь в виду, я не только профессор. Я директор этого института. Там 400 человек. Наш общий, то есть, расход в год, это 50 миллионов. Имеет в виду, что я лидер Стэнфордского университета. Я не такой простой профессор. А из-за этого у меня очень, как сказать, комфортабельная зарплата. Я очень доволен. В счастливой супружеской жизни Николая и Любови наметился разлом. Любовь переживает, что Николай спускает всю зарплату на дорогую технику. Коля! Хватит тратить деньги на эти треклятые гаджеты. Замолчи ты! Я хочу стать техлоблогером! Ну ты ведь даже не купил себе видеокамеру. Мания Николая не смогла погасить любовь к возлюбленной Любови. Пара решила бороться за свое счастье. Ты знаешь, ты, наверное, права. Я словно сошел с ума. А может, все-таки обратимся к семейному психологу? Нет! Мы пойдем... к знахарке! Да нет у него никакой порчи. Он просто не умеет пользоваться Е-каталогом. Дай руку. Ветки черемухи у тебя на роду. Значит, техноблогером будешь. Да вот камеры не хватает. Смотри. Заходишь в Е-каталог. В поиски вбиваешь видеокамера. Там их много. Сделаешь сортировку по цене. Бюджет-то у тебя ограничен. Ого! А это вы тоже по фотографии считали? Нет. По жене твоей поняла. Ладно, не отвлекайся. В расширенном поиске обязательно укажи, чтоб в 4К снимало. Выбери несколько камер. С помощью кнопки сравнить можешь подобрать лучший вариант. Дальше нажимаешь на товар и выбираешь, в каком магазине цена дешевле. Не забудь посмотреть на динамику цен. Так можно подгадать подходящий момент для выгодной покупки. И запомни раз и навсегда. Сначала в Е-каталог, а после в магазин. Понял. Спасибо. Я же тебе говорила, знахарка все знает. Ой, чуть не забыла. А что делать с остальной техникой, которую он напокупал? Продайте. А где? Не могу сказать. Это уже не моя интеграция. Кто финансирует Стэнфорд с такими зарплатами преподавателей? Можете немножко рассказать? Да, могу сказать. Он богаче же других вузов, правильно? Ну, один из самых богачих, безусловно. Есть 4-5. Ну, Харвард, Йейл, Стэнфорд. Мы самые богачи. 40% наших доходов каждого года от наших госпиталов здесь. Много это не знают. Но мы получаем огромные деньги и от их службы у нас два госпиталя, да? Госпиталя, да? Госпиталя, больницы. Больницы, больницы, да. И надо смотреть, они прекрасны. А почему больницы платят вузу? Потому что они час Стэнфорда. То есть они получают деньги. Вот очень важный принцип, который у нас есть. У нас есть 7 школ. То есть самое главное, это называется Humanities and Sciences. Это типичный колледж, да? Если вы увидите старый час Стэнфорда, это где это находится. Потом есть сейчас другая. Вот там это бизнес школа, это школа бизнеса. Все школы, которые, когда они получают деньги, они дают это общую сумму для Стэнфорда. Как все регионы в Москву. Да, да, да. То же самое, да. И много не любят это. Я это не люблю. Но это как это работает. То есть структура устроена следующим образом. Все, что зарабатывает там бизнес, школа, больницы и так далее, переходит в Стэнфорд и оттуда распределяются по опять вот этим другим школам. 40%... Беже школы, мне немножко независимость сравнивать с FSA, где я работаю. Но вообще эта система есть. 40% это две больницы. а остальная 60% в частности. Как устроено? Но... Многое это не понимает. Но мы живем... У нас есть фонд. И этот фонд все время получает какое-то... Это инвестие в stock market, рыночный... Как я этого объяснить? Там есть endowment. Endowment. Даже на английском я забыл. Это слова. У нас есть большая endowment. очень большая. Какая? Можно примерно сказать? Забыл... Хочу сказать, где-то 60 миллион, если я... Я могу уточнить. Это публично, да. из-за этого endowment каждый год 5% из-за этого endowment это для расхода университета. То есть каждый год... Я уже сказал, да? Я директор Freeman Spokvy, FSA институт. У нас каждый год мы получаем... У нас есть часть это endowment, это наши деньги, но мы обязаны дать это, да. Они делают инвестии, мы это не делаем лично, у нас профессиональные люди, которые это занимаются. И каждый год для нашего бюджета мы получаем какой-то процент от этого endowment. А кто внес этот endowment? Стэнфорд, ну, да, да. И это очень большая часть расхода каждого года. Больше, чем что люди, студенты платят. Это уже третья часть. Имеет в виду много людей, это часть моей работы, я должен сказать, которые имеют финансовую возможность и обычно они здесь учились, они дают деньги для Стэнфорд 5 миллионов, 25 миллионов, 300 миллионов иногда и увидите частные люди. Частные люди. И если вы погуляете здесь, вы можете читать фамилию Freeman Spogley Institute, где я работаю, Freeman and Spogley, это два человек из Лос-Анджелеса, они дали Стэнфорд 50 миллионов для эндаумент и из-за этого деньги я получаю мою зарплату. Почему я так подробно об этом спрашиваю? Потому что мне кажется, это очень важно для русских зрителей, потому что вы знаете, что Стэнфорд очень демонизируется российской пропагандой. Это в частности, почему мы решили приехать с вами об этом даже знаете, конечно, что Стэнфорд в глазах Russia Today и прочих пропагандистских ресурсов считается такой кузницей кадров ЦРУ и демонизируется. Вот как вы думаете, почему? Ну ладно, вы шутите. директор ЦРУ был здесь две недели назад. Не видел. Билл Бернц бывший посол. Почему такая слава именно у Стэнфорда? То есть понятно, что русская пропаганда всегда все связывает с ЦРУ, но не Беркли, не Принстон, а почему именно Стэнфорд глазами российской пропаганды демонизируется как такой главный ЦРУшный институт? Это я не понял, я это не знал. Серьезно? Вы сейчас первый раз это слышите? Ну я... Вот вы перестали смотреть российское телевидение? У меня другие дела сейчас. Не смотрю, как я раньше смотрел. И когда я работал у вас, я смотрел телевидение каждый вечер, а сейчас нет. Ну вот возвращаясь, почему такая слава? Как вы думаете, с чем это связано? С тем, что Стэнфорд ассоциирует иногда с ЦРУ? Ну в первую очередь это я, конечно. Я враг номер один в России это, я понимаю. Я понимаю, зачем им нужна эта пропаганда. Для меня это тоже подтвердит слабость, между прочим. Ну, верите, кто я? Я здесь работаю, я профессор, что мы находимся в Калифорнии, Стэнфорде. и до сих пор, семь лет спустя, мне все время говорить, что я устрою какую-нибудь революцию в России. Это полная ерунда. Но помимо вас, вот все-таки действительно, сейчас у Стэнфорда есть, и это объективная правда, репутация вуза крупнейшего американского, который через людей влияет на мир, и вот, например, здесь находится очень много независимых журналистов-расследователей из России, и они выбирают именно Стэнфорд. Это и Анин, и Баданин, и здесь училась Осетинская, и сейчас здесь Даша Навальная. То есть, вот, если просто называть фамилии, мы понимаем, что почему-то они все едут именно в Стэнфорд. Вот почему? Почему сфера влияния? Вы не хотите учиться в Стэнфорде? Я бы, кстати, хотела, но... Хороший вопрос, я понимаю сейчас. две или три объяснения. Во-первых, это все люди, которые вы, кто звал, назвал я, я все их лично знаю, да, это не случайно. Хотя влиять на их, чтобы здесь попасть, у меня нет такой возможности. Это тоже крайне важно. Много в России, когда я был послом, все время люди попросили, особенно богатые люди, они сказали, Майкл, я не сказал, ты, не вы, ты можешь мне помогать, чтобы мой сын попал в Стэнфорду? Я, у меня нет такой возможности. Это, я могу объяснить, это, это такой, очень жесткая система здесь. Слава Богу, поэтому я не хочу это ответить на. Градуэт студент, это другая, то есть, магистрская и докторская, у меня есть влияние на это, а undergraduate никакой. Но, скажем так, во-первых, мы действительно один из самых лучших университетов в мире, не только в компьютер-сайенс, где это наша особенная возможность, но насчет социал-сайенс, политологи, у нас очень крупные команды здесь, это раз. Кандалиса Райс здесь, бывший секретарь эстетта Ла Буша, генерал Мэрес здесь, это бывший министр обороны Трампа, он работает там, Гувера, сам Ром. Да, есть ощущение, что в Стэнфорде привечают, ну, скажем так, they welcome people, и людей из разных сфер, в том числе независимых журналистов, которые, в общем, по тем или иным причинам изгнаны из страны или признаны нежелательными персонами, инагентами, то есть такое ощущение, что здесь им как бы рады, и поэтому довольно большое количество этих людей приезжают именно сюда. Можно так сказать, но я не сказал, что... А почему им здесь рады? Это связано с ФСА больше, чем Стэнфорд. Хочу это подсказать. И иметь в виду, это не только из России. У меня здесь как раз работает человек из Египта. У нас люди из разных стран, которые... У нас есть специфическая программа, и в том числе много я лично это создал, я уже 30 лет работал здесь, который обеспечит контакты с людьми, которые беспокоят права человека и демократии. Это действительно так. И иметь в виду, это не только для них, это для нас. Мы... Я как раз пишу о демократизации весьма, да, это тема моей научной работы. и иметь контакты с человеком. Я лично вчера у меня был семинар с человеком из Югандии, Грузии, Аргентины и Венезуэллы. Это сфера влияния и Америки как сверхдержавы и распространение демократии в мире. Это какие-то цели, которые Стэнфорд тоже перед собой отчасти ставит. Это громко сказано, сфера влияния. А наша сфера влияния, что у нас самые крупные университеты в мире и все люди хотят здесь попасть. Извините, пожалуйста, но много людей в Америке, Китае, Иране, Англии, Германии, они не хотят попасть в МГУ. Они хотят попасть здесь. И они не хотят попасть в Пекин университет. Они хотят попасть здесь. И это действительно такое преимущество, которое Америка насчет софт-поуэр сейчас есть. Расскажи, как пришла в голову идея поступить в Стэнфорд? Я очень много в средней школе смотрел американских сериалов. Вообще, просто в целом было много американской культуры вокруг меня. И имена вузов постоянно звучали. И как-то пошла идея того, не обязательно учиться в России в университете. И хотелось чего-то более международного. Но более конкретная мысль появилась в девятом классе. То есть там обычно подростки подходят к родителям и говорят, я хочу машину, я хочу это. А я подхожу к родителям и говорю, я хочу учиться в Америке. Какую школу ты закончил? В России я все еще был, я только что закончил девятый класс. То есть это между девятым и десятым классом. Какая конкретно школа? Лицей 144 города Санкт-Петербурга. Физико-математический уклон, не международного школа формата, ровно русское образование, наше любимое. И у меня английский я изучал с детства, но он не был на достаточно высоком уровне, чтобы сдать SAT и сдать TOEFL. То есть это нужно было поднимать. И первое лето вот именно этим я и занимался. Я с точки зрения вот большой политики очень хорошо это понимаю. Мне непонятно, почему вот есть какое-то стеснение открыто говорить об этом. потому что условно вот я ставлю себя на место человека, принимающего решения в Америке, да, это правильно. Вы сверхдержава, у нас лучшие вузы, и да, мы хотим влиять на мир, и да, мы тех, кого считаем активными, лучшими в своей области в других странах, мы сюда приглашаем, даем образование и даем наши ценности вместе с образованием. Да, потому что это наша стратегия в мире. И в этом смысле скорее вопрос к России, почему мы не можем сделать такую стратегию, которая, кстати, была в Советском Союзе, потому что все эти Патриса Лумума, африканцы, которые приезжали, учили язык, получали высшее образование, это же тоже была сфера влияния Советского Союза, просто сейчас у нас нету ни денег, ни возможностей создавать эту систему, и мы критикуем, что в Америке она есть. У меня вопрос, почему как будто вот, знаете, стесняетесь об этом говорить, это же нормально, что да, сверхдержава, лучшие университеты, хотим воспитывать людей с близкими нам ценностями в других странах. Я хочу подчеркнуть, да, я согласен, и как человек, который занимается национальной безопасностью, я вижу Стэнфорд, Харвард, Йелл, это инструменты для влияния для Америки, но иметь в виду, это очень важно, мой президент здесь, он не думает в этом смысле, он думает, что наша самая главная цель, наука, и он не думает, что мы будем туда влиять в Россию, и он действительно об этом не думает. Наши ребята, которые работают в компьютер-сайне, самый популярный вуз Стэнфорда, они так и не думают, то есть это несознательно, это может быть такой результат, может быть, со мной это сознательно, да, то есть у нас бывший пример Украина сейчас, он визитинг феллоу, Алексей Гончарук, он сейчас здесь. А, он здесь сейчас? Да, он здесь, он у меня. Всех собрали. Он здесь. То есть имеем в виду, что я лично, поскольку я занимаюсь внешней политикой, я занимаюсь демократизацией, весь мир, я хочу подчеркнуть, да, не только в России, и есть люди, как я, господин Лерри Даймонд, господин Фрэнк Фукеяма, господин Кандалиса Райса, господа, это мои друзья, это мои коллеги, мы все здесь работаем, да, у нас есть специфический интерес иметь контакты с такими людьми, а Стэнфорд, как университет, нет. Это более... Вот поэтому теперь я понимаю, почему не любят именно вас в России. Даша Навальная, она на стипендию Стэнфорда? Я не в курсе, честно слово, от 65 студентов здесь, я не считаю, получают какую-нибудь стипендию, и 90%, но я не эксперт, но большинство их, это не связано с твоей компетентностью, как студент, это чистый, называется, financial aid, это чистый связан с зарплатой родителей. Поэтому, наверное, она получает какую-нибудь, но я не в курсе. чему ее здесь обучают и как она учится? Она есть, спросит, я не знаю. Вот, настоящий разведчик. Я, она пока не, не был моим студентом, надеюсь, что, может быть, когда-нибудь, она будет учиться со мной, но пока нет. Скажи мне, много русских студентов здесь, в Стэнфорде? Вопрос в том, как мы определяем русских. То есть, если мы определяем русских, как те, кто, как я, выпустился из русской школы и сюда переехал, нас два человека на каждый курс. То есть, ты и кто еще? На моем курсе Даша Навальная, на других курсах, там, ну, другие ребята, как правило, всегда мальчик и девочка почему-то. И эта система, на самом деле, не только для России, Украина ровно так же, два человека, мальчик и девочка. Ну, по многим странам в Восточной Европе. Слушай, а Даша хорошо учится? Я с ней особо не пересекался. То есть, мы пару раз как-то пересекались, там, привет пока. Всего два человека, одно и... она с 1700 всего на бакалавриате. Мы в разных общались. Ну, русские всего два. Мне кажется, что люди одной национальности хотят друг с другом общаться, нет? Не всегда складывается. Ну, а ты, то есть, я, например, я так понимаю, ее данные, она публиковала, как она сдавала экзамен, там не был самый высокий балл. Вот мне пришло письмо, congratulations, что я поступила... Вот ты считаешь, что ее фамилия сыграла роль какой-то при поступлении? Если она как-то это показала на эссе, что для нее это многое значит, для нее многое значит, чем занимается ее отец, я думаю, ну, Стэнфорд смотрит на то, в чем спарк человека. А у кого были лучшие результаты, у тебя или у Даши по сдаче экзаменов? Я не знаю, какие баллы были у Даши. то есть, это не то, что в открытом доступе? Это не в открытом доступе. Стэнфорд вообще один из первых вузов, кто перестал публиковать информацию о среднем балле поступления, максимальные баллы поступления. Раньше каждый год каждый американский вуз давал эту информацию. Они обязаны государству всю эту информацию передавать, но они пытаются в публичный доступ это не выкладывать. Единственная такая, ну, цифра, которая всегда появляется, это acceptance rate. То есть, на моем курсе она была, по-моему, 4 с чем-то процента. Сейчас, на тех, кто первый курс сейчас учится, у них было 3 с половиной. А что такое acceptance rate? То есть, от соотношения людей, которых приняли, по отношению к количеству заявок. То есть, 4 процента? Из от подающих людей принимает стэнфорд. Русское школьное образование сильнее, чем английское школьное образование. То есть, вот если бы не язык, условно, ты считаешь, что, если бы у тебя был выбор, лучше было бы учиться в английской школе в России, ну, в частной, на английском языке, или все-таки лучше русская, крутая, классная школа, да, такая, с серьезным образованием и дополнительно брать язык? Я очень сильно верю в российское школьное образование, потому что я вижу, что оно меня подготовило к математике и ко многим другим предметам намного больше, чем американские дети, например, готовы. У них нет особо сильного уклона в каждый предмет в школе, им дают выбор уже в школе, что они хотят делать. То есть, если у нас, говорят, типа, все берут биологию, все берут химию, все берут физику, и у нас складывается какое-то начальное впечатление о том, что происходит, у них такого нет. Какие-то дети не берут никакую ни биологию, ни химию в школе, потом они начинают с самого нуля брать ее здесь. Я думаю, насколько сильно нам давали математику в моей школе, потому что у нас был физмат-уклон, у меня это мозги в правильное место, что я математику воспринимаю быстрее, чем средний американец. Здесь, например. Я очень многим всегда помогал понять какие-то концепты на первом курсе, начальные классы по математике. Может ли обычный человек из России попасть на ее место? Или все-таки фамилия Навальная и те репрессии, которые связаны с ее семьей, все-таки являются каким-то фактором, когда рассматривают ее резюме? Ну вот честно. Ну обычных студентов здесь у нас нет. Извините, пожалуйста. У нас нет обычных человек из Монтана, из Китая, из России. Окей, но... Они все имеют в виду, что они все... Все студенты здесь имеют что-то особенное. Потому что и вы можете читать наши данные, это все опубликовано. Если у вас как это Россия, это пятерки, то есть нет все отличные цены, grade, я забыла, оценки, если ты получил 100% на SAT score, 100% ни одного слова, ни одного вопроса ты ответил все правы. По-моему, это 80% этих студентов не попал в Стэнфурд. Имеет в виду, что это нужно, но это недостаточно. Надо иметь что-то особое, чтобы здесь попасть. Но фамилия Навальная может быть чем-то особо. Опять-таки, я не имел никаких отношений с этим процессом. Я хочу... понимаю, это я просто как теоретизирую. но я могу представить, что эта особенность для нее помогла. Да, действительно. У нас много студентов здесь имеют какую-нибудь особенность. На самом деле, ты не можешь попасть в Стэнфурд без какой-нибудь особенности. Ну, просто, насколько я знаю, изучала материал, действительно, система вот всей лиги, скажем так, плюща, она построена на том, что это высокий балл и какая-то особенность. Или даже иногда не самый высокий балл, но, например, ты очень крутой спортсмен. Или ты активист. она говорит об этом. То есть, например, то, что я вам говорила за кадром, мне вот даже сейчас, у меня еще маленький сын, я, конечно, хочу, чтобы он учился в каком-нибудь хорошем вузе, и мне сейчас говорит, берите редкий спорт, потому что, если редкий спорт, это прям хороший шанс сразу увеличивать. Дальше ты можешь быть активистом, например. Между прочим, это очень скандално, что вы только что говорили, здесь много считают, что это неправильно. Но это странно, честно. Полтора тому назад наш президент попытался закрыть 13 типов спортов из-за этого. И было, и много ему поддерживал, а много не поддерживал. То есть, это скандалный, но так и есть. Надо сказать честно. Потом следующая такая особенность, это активная позиция. То есть, человек лидер в чем-либо. то есть, например, он классный блогер, или он организовал у себя дома какой-то там клуб по интересам. Ну, то есть, он уже 18 лет может в своем письме написать, что я что-то создал, я активно себя проявил. Я думаю, что да. тоже такая позиция. Как условно просто популярная фамилия или несправедливость по отношению к твоей семье вот находится в этой схеме? Это тоже отдельная группа людей, ну, например, по отношению к родственникам, которым поступили несправедливо в их стране, или они там политически гонимые люди. То есть, вот как обрисовать эту категорию, где, вот вы говорите, фамилия Навальная могла помочь? Опять-таки, я не занимаюсь адмиссионс, да, я не эксперт, я хочу сказать это. Я не знаю другие примеры, примеры, ну, нет, я знаю, нет, нет, надо сказать, нет, были, ну, есть другие русские студенты здесь, чтобы вы знаете, сколько их? Меньше, чем нужно, я считаю. Расскажи, как ты узнал, как поступил, какие у тебя были эмоции? Ну, я уже собирался идти спать, открываю на телефоне, думаю, ну, посмотрю, отказ, пойду спать, открываю, congratulations, you got accepted. Я читаю, первые 10 минут, думаю, что-то не то. Начинаются мысли, типа, наверное, они ошиблись, наверное, кому-то не тому послали письмо, постоянно такое случается, но через 10 минут я успокоился и начал всем писать, ребята, я в Стэнфорде, ребята, я в Стэнфорде. Все друзья были рады, мама спала, узнала через пару часов. А почему ты хотел именно в Стэнфорд из всех вузов больше всего? Ну, во-первых, Стэнфорд во многих рейтингах топ-1, топ-2 в мире. Во-вторых, я изучаю компьютерные науки, то есть программист, и это самое лучшее место для того, чтобы это изучать, потому что Силиконовая долина прямо здесь. Все техкомпании здесь. У Стэнфорда много ресурсов, много денег, которые они вкладывают в исследования, в том числе в компьютерных областях, в области, которые используют в компьютерной науке для анализа машинное обучение, искусственный интеллект и так далее. Здесь, ну, много вот этих ресурсов, которые ты можешь использовать, ты можешь участвовать в исследованиях с профессорами. Отличие от нашего русского образования, у нас сложно найти такое исследование, чтобы ты с профессором что-то делал. Здесь это очень открыто и много возможностей есть для каждого. Дай, пожалуйста, несколько советов русским школьникам, что им нужно сделать для того, чтобы поступить в Стэнфорд. Усердно работать. То есть этот процесс требует много времени вне школьного расписания, потому что готовиться к экзаменам. Ну, это понятно. А конкретно? Более конкретно. Нужно найти свои интересы, что тебе нравится делать. Мне нравилось программировать, я делал проекты кодинговые. И, соответственно, потому что при подаче в американские университеты ты пишешь кучу сочинений. Они могут быть на 600 слов, они могут быть на 200 слов. Стэнфорд просит 9 разных сочинений на разные темы. Тебе нужен материал, с которым нужно работать, чтобы эти сочинения написать. Когда я был послом, это было... Вы знаете, чем я занимался с российским правительством, И, может быть, другие части общества. Но один из, самый главный цель, я был председателем AAS, Anglo-American School. И я удивлен, сколько студентов у нас не было, который попал... был студентом в Стэнфорде, Гарварде и так далее. И мы делали много реформы. И сейчас побольше есть. Но вы знаете, что, например, сейчас с Anglo-American School у нас в России большие проблемы. И порядка 40% преподавателей не пустили в Россию, потому что подозревают преподаватели в том, что они тоже связаны с ЦРУ, что они занимались шпионажем. То есть школу заставили перевести из школы такой от американского посольства в частную школу и 40% преподавательского состава просто не пустили в Россию. Это я знаю. И это очень жалко, потому что большинство студентов в Anglo-American School, русское, между прочим. Но почему там возник именно такой шпионский скандал? Ну, потому что ваш президент, извините, пожалуйста, он считает, что все ЦРУшники очень боятся вещи, которые не надо бояться. Он перенойя сейчас. И это хуже, хуже, хуже станется, мне кажется, стороной. И это плохо для России. Это не плохо для меня. Это плохо для русских. То есть он все отношения, даже я, да, действительно, я был послом довольно тяжелое время. Но сравнивать сейчас, ужас сейчас. У нас 30% профессора здесь не американцы. У нас много русских профессор здесь. Много. Потому что они не могли найти нормальные условия для научной работы в России. Особенно компьютер сайенс, особенно скролл-бизнеса. А кто потерял бы из-за этого? Россия. Это ребята должен быть в России. у нас есть такой политолог Сергей Марков. Может вы его знаете. постоянно во всяких ток-шоу. Это политолог. Я просто расскажу для нашей аудитории. Он рассказывает о коварной Америке. Он рассказывает о прекрасной России. И о том, как здесь все коварно. ЦРУ совершало огромное количество преступлений. В Украине, в Сирии с этими джихадистами. Насколько я понимаю, он в 90-х стажировался в Штатах и даже работал старшим научным сотрудником в Национальном Демократическом Институте по международным вопросам. Вы сейчас вообще общаетесь? Нет, к сожалению. Мы начали говорить, почему я хочу вису. Я начал объяснить. В первую очередь имею в виду я уже 6-7 лет жил у вас целиком. это значит, у меня очень много знакомых, друзья в России, которые я не могу видеть. Отношения теряются. Сергей Марков он ваш приятел или... Да, приятел. Ну, конечно, иметь в виду, мы встречались в 89-м году. Он был большой активист социал-демократической партии. Председател был такой Олег Грумянцев, если помните. И он был часть движения против Советского Союза, демократической Россия. И он был в этом тусовкой. Он хочет, все забыли об этом, но я не забыл. Вот я тоже не забыла, поэтому спросила именно по его вопросу, потому что если представить, что вы бы действительно были конторой ЦРУ, как ее называют, то по этим меркам Сергей Марков, он же предатель и тоже иногент, его тоже нужно в Америке арестовывать и считать иногентом. Ну, то есть, как вам кажется в его случае такая его позиция сейчас про коварную Америку и прекрасную Россию? Это искренняя любовь к России вдруг и к ее президенту или это все-таки выгода и понимание момента. Это очень сложный, хороший вопрос и я не знаю хороший ответ. Скажу так, имей ввиду, что я знал много людей очень долго, иногда 20 лет до того, как я стал посланом. Люди все время говорили, а Майкл ничего не знает о политике, дипломатии, может быть, это так, но знал Россию лучше, чем много. И я знал много людей, как Сергей, которые раньше были оппозиция, а сейчас система. Много, много. И я все время, когда я был послом, слышал их объяснение, почему они делали это, и очень высоких людей в правительстве, между прочим. Я думаю, что много было бы очень удивлен, сколько таких людей я встречался, когда я послал. Все время Кру шутит Намцова. Да, я действительно встречался с Намцовым, но я много раз встречался с другими, не публично. и с Сергеем, мы встречался, мы спорили, что я уважаю, я не знаю, откуда он получает деньги, это я ничего не знаю, частное слово. Я об этом и не спрашиваю. Ну да, да, я это не знал, и это другой вопрос, но что я уважаю, что мы могли бы встретиться, спорить, и после этого пить чай, и быть нормальными людьми. А что вам чаще всего говорили люди, которые вот так поменяли свою позицию, и от оппозиционности стали такими ярыми сторонниками режима, как они, не надо называть их имена, просто мне интересно, как они сами искренне, без камер объясняли вам вот такие метаморфозы. Самый главный аргумент был таким образом, Майкл, имею в виду Майкл, не господин пасхор, Майкл, ты, ты должен понимать, у нас переходное время. Конечно, я демократ, ты демократ, мы любим рыночную экономику, конечно, Россия часть Европы, это все время, я говорю, у меня нет, я хочу, чтобы Россия была скучной, демократической, европейской страной, да, я считаю, это выгодно для России, выгодно для Европы, выгодно для Америки, скучно, самое главное слово. и они все время, Майкл, ты, мы, у нас общие цены, конечно, но ты должен понимать, что русский народ не готов к этому, поэтому нужно переходное время и нужно переходный вождь, лидер, это господин Путин, и иметь в виду, если он был бы другой, либо какой-нибудь коммунист, либо какой-нибудь фашист, мы не могли бы делать это переход. И я должен сказать честно, может быть, это действительно прав, я не знаю, я не знаю, что будет у вас через лет 20, я очень скептически к этому отношусь, это был аргумент, который все время сделали в Чили, при Пиночете, когда Пиночет спасли против коммунистов, сейчас мы знаем, что не надо было бы Пиночет, чтобы устроить прекрасное демократическое, капиталистическое Чили сегодня. Но во время мы это не знали. Но до какого момента вы думали, что перезагрузка возможна? Вы ведь раньше были голубем по отношению к России, то сейчас вы стали ястребом, а тогда вы верили. То есть, до какого момента, когда вам стало понятно, что нет, это невозможно, никакой перезагрузки не будет? Я могу сказать, что точно было 22 сентября 2011 года. Это была съезд Единой России, я забыл, как это называется сейчас, когда Путин заявил, что он станет кандидатом президента и Медведев станет премьером. То есть, даже не Крым, а раньше. О, боже мой. Уже все Крым, это уже точка не вас раньше. Было две вещи, это первое. То есть, когда произошла вот та самая рокировка? Имею в виду, я работал в Белом доме в этом году, и я уже был назначен послом, но не одобрен сенатор. и у меня вопрос, может быть, не надо, может быть, лучше работать в Вашингтоне, потому что мне действительно будет тяжело. Я знаю Путин, я знаю его взгляд в мире, я знаю его взгляд. Просто, чтобы было понятно, в тот момент вам стало понятно, когда произошла рокировка, что все, перезагрузки не будет. Имею в виду, я встречался с Обамой два дня после этого. И у нас была другая тема, это было насчет Средней Азии, между прочим. А после этого он взял меня и сказал, Майкл, ну, что? Что ты думаешь? Я сказал, ну, конечно, надо найти общий язык с Путором. Мы уже встречались с Путором, да, Обама уже встречалась с ним, но я сказал, это будет он другой человек. И действительно, это был уже первый момент, когда он стал президентом, другая отношение с Обамой. Но есть другой момент, второй момент, когда это было 100% очевидно. Это было декабрь 2011 года, когда была фальсификация, была это, ну, болотная, и после этого я узнал, это конец. Но многого американское правительство со мной не согласился иметь в виду. Когда мы открываем записки, которые все секретнее до сих пор, это будет очевидно, но многие считают, нет, Майкл, он не понимает, все будет хорошо. Но сейчас вам очевидно, что вы были правы. Я так и знаю, но я вспомню это прекрасно. Прямо так вам отвечали, что нет, вы не понимаете, что мы наладим отношения. Да, и это принципальный вопрос, как, что глава самый главный в международном отношении. Это другая компания, и много у них есть администрация Байдена сейчас, между прочим. Они повторяют то же самое. мы хотим стабильные отношения с Путином, бла-бла-бла-бла. Но это paper for paper, words for words. Мне кажется, что сейчас это уже носит такой формальный да, мы все за мир, да, и мы за мир. Мир во всем мире. Но это все... жалко для меня, но, к сожалению, есть люди, которые считают, внутренние политики не влияют на внешнюю политику. Есть, они называются реалисты, это тема, да, и они считают, что баланс власти самое главное. И у них есть людей в администрации Байдена. Но Байден тоже такой человек, судя по заявлению по Афганистану, стало же понятно, что он считает, что это в принципе... Ну, это все время такой баланс, да, ну... То есть если в Афганистане могут быть талибы и живите с ними как хотите, почему тогда в России не может быть Путин, которого он сам называл убийцей? You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. По этой логике это же тоже тогда для него может быть? Да, оно может быть, но что они не понимают, и вернусь к теме, время, когда я был в правительстве, они не понимают, что после Болотной Путин сам решил, это был его позиция давно, имею в виду, да, светная революция и его перенойя на этот, но все Болотная, и вспомните, Болотная была тот же самый год в Арабской весне, да, да, и он чувствовал, что может как с Каддафи все произойдет. ну, может быть, не таким образом, но это угроза для него, и между прочим, он прав, он не прав, есть демократические движения для тех, которые не демократические лидеры, конечно, это угроза, но он слишком много реактировал, я прекрасно вспомнил, когда я попал, приехал и встретился с старыми другами, нет, друзьями это слишком громко сказано, но люди, которые я хорошо знал, Сырков, если вы помните, этот человек, и другие, не только Сырков, у вас же даже была комиссия, Макфол Сырков, да, и он действительно интересный человек, но было много, и они сказали так, Майкл, мы будем вас атаковать, Леонтев, Миша Леонтев, я вспомнил, Майкл, мы будем, все время Майкл, между прочим, уже 21 лет, это работа, Майкл, ничего, не надо обидеться, что мы будем говорить такое гардерс, о тебе, на телевидении, но это, это чистая предпринимательская компания, они очень циничные, он так и говорил, да, да, но самое, самое интересное, с Леонтевым, я был в Сочи, во время Олимпиады, да, как часть делегации, и мы сидели в нашей гостинице, и вдруг официантка хотел отдать шампанское, очень богато шампанское, между прочим, я заметил, откуда это, это подарок, это подарок, необычный, не название человека, я сказал, как американец, беспокоиться, это, 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 как это, это взятка, да, не надо, и моя компания, все американские, давайте налить, это был последний день, и я сказал, нет, мы не можем взять такое дорогое шампанское, мы должны знать, откуда это шампанское, и оказалось, это было от Миши, от Михаила Леонтьева, он сидел, он переньон, вдова Кликов, что-то в этом плане, и он уже перешел работу в Роснефте, если я не ошибаюсь, поэтому деньги есть, но Витя хоть откровенный человек, честно вам сказал, будем мочить, но ничего личного, предвыборная команда, и он это сказал, ничего страшного, вернется домой, будет все прекрасно, это не было личной претензией к нему, к тебе, это было просто работа. А вот про Суркову вот вы начали вспоминать, у вас же действительно была комиссия, она довольно успешно работала, вот как складывались ваши отношения с Сурковым, и что сейчас вы уже о нем думаете спустя время, ведь мне кажется, он должен был очень быть близок к вам, он такой американофил, он эстет, вот что вы вообще о нем думаете, считаете ли вы его, вот сейчас уже, когда мы знаем, что было дальше, лучшим главой, реальным главой внутренней политики, и понимаете ли, за что он сейчас отстранен от власти? Ну, я уже не в курсе, чем он занимается, я забыл. Он сейчас на пенсии, он пишет стихи, он какие-то пишет Financial Times, статью недавно писал, серьезно? Да, Россию. Это я не знал, я буду читать. Он пишет о том, что власть как кокаин, стихи такие пишут. Интересно, это я не в курсе. Меня интересует именно ваше мнение как политолога, а не как гражданина Америки с демократическими взглядами, это все понятно. Вот именно давайте рассмотрим то, что называется Реалполитик. Почему тогда у Суркова не получилось в ответ на оранжевую угрозу и на те события, когда вы уже были послом в самое тяжелое время в России, значит, митинги, Майдан, который приведет к тому, что мы с Украиной станем врагами. Почему у него не получилось вывести наших, на которые были потрачены огромные деньги, и противостоять, вот, собственно, движением, которое готовилось именно на этот случай? Почему эта идея провалилась? Ну, две вещи я скажу. Во-первых, у меня было ощущение, я осознательно это говорю, я не буду цитать на Трукова, я не хочу, что он обиделся на меня. Мы много раз встретились в этом времени. У меня было ощущение, что он считал, что было бы лучше, если Медведев стал президентом второго срока, потому что он рассчитывал, он очень умный человек. Не надо говорить, согласен или нет. Я не соглашусь с ним, очень много, это очевидно. Но он понял общество, у него есть хорошие данные, я знаю его работы, ребята, действительно, они это поняли, и они поняли, что вернется назад, будет реакция, и особенно в Москве, Питере, и креативные классы, он чувствовал, что такая атмосфера есть, и он считал, чисто как политолог, чисто как стратег, для системы было бы лучше продолжать Медведев, и Путин стал, станет премьером. Не получилось. Но говорят, что именно это Путин ему и не простил, потому что он оказался среди тех людей, которые поддерживали Медведева, и все эти люди, там в том числе и Сколковский проект, и, как мы знаем, да, министр Минобороны, господи, как его фамилия забыла, которая, уголовное дело с Васильевой, они же все пострадали именно по факту вот этой позиции, что давайте Медведева на второй срок. Да, ну, то есть это же... чей стратегии было бы лучше. В политическом науке мы делаем особый инструмент, называется counterfactual. Представьте себе, если было бы, да, представьте себе, если было бы, Медведев стал на второй срок, не было бы болотное, не было бы украинских дела, не было бы заклад Крым, не было бы санкций, было бы совершенно другое отношение между Россией, Европой, Россией и Америкой. А какая стратегия лучше для России? Мне кажется, что это была бы другая лучшая стратегия, чем ситуация сейчас. И я говорю это как политолог. почему Путин не одобрил эту стратегию? Боялся. Он боялся, что Медведев станет сильнее, сильнее и наверное был прав. Тут главный вопрос после двух сроков Медведева как политолог, можете ли вы ответить, смог бы, на ваш взгляд, вернуться Путин к власти? Не знаю. Мне кажется, что нет. Наверное, нет. И я думаю, что Путин это тоже понимал, что один срок это ты еще можешь контролировать, хотя и то многие считали, что отдав такую власть, ты уже никогда не сможешь ее вернуть. но ставка на Медведева оказалась верной. То есть Медведев оказался достаточно без яиц, давайте так, человеком, чтобы... Я понимаю, но принципиальный вопрос. Зачем нам надо вернуться через восемь лет? Вы слушаете Россию или вы служите сам себе? Извините, пожалуйста, когда люди говорят, что Путин большой патриарх, и он любит Россию, и он все делает для Россию, у меня другая впечатление. У меня, если он действительно патриарх, и он действительно националист, и он действительно любит Россию, может быть, делать что-нибудь для России, и не для тебя, и твоей тусовки. Извините, пожалуйста, но это противоречит для меня. Мне кажется, мое мнение... Обама хороший президент, отличный президент. Я работал с ним с большим удовольствием. Слава Богу, через 8 лет он не служил, и я знал такой ужас, из-за этого бы получилось для меня. Я понимаю, да, но тут я не совсем согласна, потому что я как раз считаю, что на таком уровне и столько лет у власти, я абсолютно уверена, что Путин патриот, и он думает о России, просто он думает о ней не так, как иногда нам хочется, да, или кому-то хочется. И условно, я уверена, что в его реальности казус Медведева выглядит так, что не надо было заигрывать и кокетничать с людьми. Вот это все свобода лучше, чем не свобода, либерализация. И вот из-за этого случилось болотное, а не потому, что я решил вернуться. Я уверена, что в его голове... Ну, вы лучше знаете, Ну, мне так кажется. Ну, вы лучше знаете, я этого человек, чем я. Ну, да, но как политолог я должен оценить его работу, и представьте другая counterfactual. Если в 99-м году не был бы и Путин, а был Немцовым, история России была бы совершенно другая. и как человек, который действительно любит Россию, много лет жил там, я вспомнил... Представьте себе другая направление, история. Говорать, что это должен быть на этот, и другой путь нельзя, я просто это не верю. просто мне кажется, что даже если бы вот представим мир, в котором Ельцин назначает преемником Немцова, не факт, что Запад бы ответил взаимностью, потому что распустила бы Америка НАТО, если был бы Немцов. Нет. Перестали бы скупаться компании, где рынок бы открылся в России. Нет, они бы скупались западными инвесторами. Я не согласен. то есть здесь же пожалуйста, я не согласен. У меня есть такая теория, вот хочу, чтобы вы как политолог ее прокомментировали, что у США, у стратегии США по отношению к России после победы демократии, после победы Ельцина тоже была неправильная стратегия, потому что вот как была, знаете, стратегия с Германией, опять же сразу хочу сказать, без всяких сравнений, но это две стратегии после первой мировой войны и второй. После первой мировой войны Германию решили исключить, забить, поставить жесткие рамки. В итоге случилось подъем национализма, вторая мировая и все ужасы, которые мы знаем. И научившись на этом примере, Европа наоборот обняла Германию после второй мировой войны и сделав ее полноправным членом европейского сообщества. Вот с Россией мне кажется Америка и европейский мир выбрал к сожалению вот этот первый путь как Германия после первой мировой войны. То есть все равно Россия угроза, все равно не доверяем, все равно НАТО не распустим, будем двигать его на восток. И это и вызвало как бы ответное и недоверие, и обиду и Путина, и дальнейшие события. То есть это же тоже ошибка, как вы считаете? Россия враг нет, это неправда. Я жил у вас, я прекрасно знаю администрация Клинтона, Клинтон не считал Россией враг, нет, никакой. Он считал, что Елтин его друг, ему помогал, даже когда это была ошибка ему помогать. В 93-м году это была ошибка, я считаю. он так и делал, это так. Но что он не делал, и где твой ваша метафора, аналоги правильна, что у нас не было план Маршала, у нас не было огромной идеи, что надо консолидировать демократия и капитализм в России, это наш общий цел. Мы же сказали, нет, мы победили, мы победили. В холодной войне все прекрасно. Вот это же выступление, вы понимаете, как оно унизительно было для русских. Мы-то считали, что это мы победили, выйдя против коммунизма, да, и как бы свергнув эту власть. А тут выяснилось, что это Америка победила в холодной войне. Я все время говорю это, да, это, и вот, кто победил в холодной войне, вот они, вот они, это в 91-м году. Вот, пожалуйста, покажем, покажем фоточку. Вот победители. Ну, это действительно так, я согласен, это была ошибка. Что я не соглашусь, повторить это вашего исторического метафора. Версайи была ошибка, но в Версайи не была причина для Гитлера. была бы другая подходит для Германии реагировать на Версайи. Я считаю, то же самое здесь. То есть, это не было убеждено, что должен быть лидер, как Путин, после этого периода. сам Путин изменился, между прочим. Он не был такой человек 20 лет назад. Ну, так он отчасти, мне кажется, стал таким тоже из-за обид на Запад. Потому что он себя, то есть, я тоже пытаюсь понять, и мне кажется, например, Украина, и то, что произошло потом на Майдане, это тоже очень важная точка его такой обиды на Запад. Потому что, когда ты садишься и договариваешься о выборах, о независимости, и дальше тебя твои коллеги кидают, и он видит Нулан с печеньками, я понимаю, что в его системе ценностей он чувствует себя, что его прямо кинули и обидели. Но очень хороший пример оранжевая революция, не байданская, вернемся к этому, если интересно, но оранжевая революция, это не было, он сделал специфическую реакцию к этому мероприятию, да, лично от его сознания, и это не русское сознание, это путинское сознание, потому что господин Немсов, наш общий друг, его реакция была иначе, он сказал, слава богу, он был на майданской, и он тоже русский человек, поэтому иметь в виду, его реакция была, да, но он не был президентом тогда, здесь были геополитические интересы, но он мог бы, Елтин назвал Путин президентом, народ одобрил его решение, давайте, это я знал прекрасно, не было никаких движений для Путина, это было все сделано, Березовские все это строили, я написал целый книг, что они делают, то есть, они создали Путин, Путин не создал президентские движения, и Немсов или другой человек могли бы делать то же самое, что сейчас, куда идет Россия, следите за событиями в России, вот, условно, новая политика, которая явно ужесточается, да, вот, Антон Вайна, Кириенко, сейчас люди, которые на месте Суркова, вот, на ваш взгляд, они политологически правильно ведут стратегию, вот, в рамках уже заданной ситуации? Ну, ну, честно, я не очень внимательно слежу сейчас, у меня другая интересы и другая работа. Ну, вот то, что сейчас цензурируют прессу, то, что закрывают, вообще, как бы, даже вот эти маленькие щелочки, это правильно стратегически уже в той ситуации, в которой Россия находится? Путин стала еще паранойя, я забыл это слово, но еще паранойя, ну, чем старые люди, обычно это бывает, но более параноидальное сознание. да, может быть, это одно объяснение, я не знаю, я не вижу ему лично, поэтому я не знаю, но это одно объяснение между американцами, второе, что Путин и его правительство, и те, которые это занимаются, у них есть новые данные о неудовольствии населения, и он считает, что он должен это делать сейчас, но это две, может быть, связаны, но может быть, другое объяснение, я лично не знаю, меня жалко, конечно. А куда мы идем, вот ваш прогноз, то есть, условно, вы считаете, в 2024 году Путин пойдет на выборы, или будет новое, вот, говорят, что есть три варианта, госсовет, как некая структура, где Путин останется отцом нации, и будут править какие-то люди, ну, вот, как это было в Советском Союзе, да, вот, политбюро. Второй вариант, это объединение союзное государство с Белоруссией, и тогда легальный способ избраться главой, и третий, пойти, вот, прямым путем обнуления, ради чего, собственно, были сделаны эти поправки. Вот вы думаете, какой выберет вариант Путин? Не знаю. Мы никто не знаем, как политолог, вы как думаете? Я хотел сказать другое. Какой путь через два-три года не важно. Очень важно. Я считаю, не важно. Путин будет у власти до смерти или до того, как он не может физически. Это мой прогноз. И какой путь он это делает, не очень важно. Что важно, что будет после Путина? Я могу сказать сто процентов, что Путин не будет лидером России навсегда. Вот, как политолог, я буду делать такой прогноз. Хорошо? А что будет дальше, этот будет интересный. Вот, сделайте прогноз, как политолог. Дальше тоже ограниченное количество вариантов. Либо, как в Латинской Америке, после серых полковников приходят черные, еще больше ужесточения режима и к власти после Путина приходят чекисты, силовики, и это глобальная власть каких-то таких людей. Либо, наоборот, разрушение всего, семибоярщина, разные группы, борьба за власть внутри этих групп, и, наоборот, победа какой-то из этих групп. И тогда демократизация вследствие хаоса вот этой борьбы. Вы в какой вариант больше верите? Ну, второе, ну, с несколькими замечаниями, как человек, который занимается в других странах. Во-первых, это время застой, это очевидно, ничего нового экономически не бывает, и люди станут беднее, беднее, из-за этого. Это факт, это неспорный вопрос. Второе, есть много людей, которые стали богатыми, потому что у них есть специфические личные отношения с Путином, и поэтому их собственность связана с его президентством, и когда это меняется, будет борьба за их собственность, как было бы, когда Путин вернулся. Маленький пример, можно, исторически, когда я жил в Москве в 92-м году, я работал для гувера на архиве, и я делал большой устный архив в Ланиньке. Это было шесть месяцев после распада Советского Союза, и каждый во вторник, и в среде, по-моему, не важно, я съездил к господину Рыжкову, если вы помните. Да, да, Владимир Рыжков, конечно. Бывший пример. Не Рыжков официанер, а второй человек по-моему, Советского Союза. И каждый раз туда и обратно я сидел с его бывшим помощником из 9-го отдела КГБ. И он открыто мне об этом говорил, потому что это был распад Советского Союза. И все время туда и обратно он сказал, это сволочи, которые взяли все собственности, и мы, патриоты, КГБшники, мы ничего не получили. И он был прав. И через лет 10 они захватили и делали поправки, коррекции. Это будет еще раз. Безусловно. Вы уверены в этом? Я не знаю, как, но будет спор на это все таки. Раз. И третий сказал бы так, Путин не делал такие шаги, которые вы должны делать, чтобы продолжать вашу систему. у вас нет сильной партии сейчас. Китайские коммунистические партии сто раз сильнее, чем что Путин создал. Надо отдать власть. Чи Женьпинг делает очень большие ошибки сейчас, я считаю, не отдать власть. Это будет слабеть эта система. Путин слабел систему, сидя у власти 21 лет. И третье, это слишком большая репрессия. Проблема демократии была лучше в этом плане. Особенно, когда мы говорим о рыночных людях. Мы все время говорим о оппозиции. Мне интересны все талантливые люди. Я лично знаю, они здесь. Они там учатся. Они очень талантливые люди, люди, которые уехали. Они не будут вернуться до того, как есть новые условия. Поэтому что-нибудь будет, такой-нибудь чекисты, Путин 2.0, будет очень трудно это делать без Путина. Все-таки Путин талантливый политик, он у него уникальный чертей, другие его тусовки не имеют. То есть самое тяжелое время ждет Россию после того или иного ухода Путина? Самое хорошее время. Самое хорошее время? будет хорошее время. Это будет обновление. Нет, это не будет каос. Это будет обновление. Потому что вы уже читали, вы уже пережили революцию. Не надо делать революцию. Но мирный, спокойный, демократический реформа это полная возможность. И последнее хочу добавить. Есть много, много людей в системе, которые это хотят. Они сейчас скрывают, они не хотят, они хотят жить спокойно. Иногда они здесь появятся, между прочим. но не они хотят это, когда они здесь. Но они хотят просто жить в нормальном стране. И это все бывает успешно. Это называется политологами, это называется пактед транзишн. Умеренное переходное время. Таких людей в элите сейчас уже много. Я считал очень много. Еще вопрос, не могу вас не спросить, потому что это тоже была большая тема, в том числе книг и так далее. вы наблюдали эти отношения 20 лет, если не больше. Это Белоруссия. Что произошло с Лукашенко, по-вашему? И что происходит с их отношениями с Путиным? Потому что мне кажется, это сейчас такой странный узел, в котором с одной стороны это какие-то совершенно уже дикие действия Лукашенко, с другой понимаете ли вы столько лет изучаете отношения, что сейчас у них происходит с Путином? Я лично не знаю Лукашенко, но наблюдал. Недавно была здесь Сыкановская, между прочим. Вернемся к этой теме. И Зеландский здесь был, тоже, между прочим, у нас. я считал, бывают моменты в диктатурском авторитарном режиме, когда лучше снимать лидеры и снимать систему, чтобы продолжать отношения, чем просто делать ставку на старую диктатуру. А разве Путин обладает сейчас властью снять Лукашенко? Обладал ли во время всех этих митингов? Я думаю, что сейчас нет. Во время митинга, да. То есть смог вы считаете? Я считаю, да. Не снимать, демократия цикановская стала президентом? Нет. понятно. Снимать другого человека. Кого? В этом проблема? Ну, бывает в нашем. Я буду говорить американские истории. Потому что есть теория, простите, что в этих протестах Россия в том числе участвовала, что они как бы, что это была часть торга с Лукашенко и то, что Россия даже была заинтересована вот в первоначальной стадии этого протеста, что просто потом это так разрослось и начало выходить из-под контроля, что легче было с Лукашенко Путину договориться во время этого митингового шторма. Я не в курсе. Это интересно. Это никто не в курсе? Ну, вот вы как думаете, насколько это реальный вариант? Бывает ситуация, когда силовики знают, что президентом не мог стать власть. Я жил в этом огромное египетская революция и тогда была договоренность с силовиками на риму снимать, чтобы спасти вашу систему и надо договориться с оппозицией, чтобы спасти эту систему. Вы считаете, что Путин допустил ошибку, не сняв Лукашенко тогда? Да, я считаю, что было бы легче для него и лучше для него использовать этот момент, когда он был слабый, договориться с силовиками и делать какой-то общий стол, раундтейбл с оппозициями. Выбрать кого-то под свои интересы, типа Бабарико, который был... что-то в этом духе. Это было на много раз лучше, конечно, для Беларуси, но я считаю, для России. А союзное государство это вообще фантастическая идея? С Лукашенко нельзя договориться об этом? Или можно, как вы считаете? С Лукашенко нет. Между прочим, опять-таки, мы говорим о истории, я об этом написал. Первый раз, когда я слышал эту идею, я был в 96-м году. я сидел в даче Кружакова, если вы помните генерал, это было, называется ближняя дача Сталина, сидел там с одного его помощника, и как раз на этот день Елтин и Лукашенко подписали первое договорование с этой идеей, потому что это была идея уже была в 96-м, если Елтин не победил бы на выборы, то это очень старая идея. Лукашенко не получил, а я думаю, что это глупая идея, уже пост пошел на эту идею, Белоруссия не будет согласиться. Сейчас, что вы думаете о себе и своем месте? Вы помогаете России тем, что принимаете опальных независимых российских журналистов? Есть Россия, есть русский. есть люди и есть правительство или государство, да, и имеют в виду, для меня, у меня есть моя работа, и что я, я работаю на телевидении, я пишу на российско-американские отношения, и мой, моя идея очень яркая, я очень яркий человек, я не такой скрытый человек, я очень яркий, и это бывают минусы, имею в виду, но это довольно ясно, чем я считаю, и если я работал в ЦРУ, между прочим, я сказал бы это, это не секрет, я не работал в ЦРУ, а мой друг, ну вы не могли бы сказать, ну как вы можете, Майкл, сказать, что вы работали с ЦРУ, это тайно, вы не можете это сказать, ну как? Потому что я открытый человек, ты можешь мне верить, или нет, но, но ЦРУшники не работают с Стэнфордом, если вы не лечите, а если вы не понимаете это, это значит, что вы не понимаете нашу систему, и вы банально должны делать анализ о Америке, и я хочу это подчеркнуть, ваши американисты очень слабые сейчас, вы должны обеспечить, дайте ваши бога, пожалуйста, ваши ологарки должны обеспечить, создать Дерапасский институт, чтобы занимается американской системой, потому что ваши ребята сейчас очень-очень слабые. Так их тоже обвинят в том, что они с ЦРУшниками, зачем это нужно Дерапасский, они все умные ребята. Ну, можно и не Дерапасский, но Грефский, 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 Грефский институт по американским делам. Ну, что я занимаюсь? Это я занимаюсь, я говорю это, и когда Байден меня попросил дать ему совет до Женифской встречи, я с большим удовольствием это делаю. Саша, а почему вот вы тогда не посоветуете Байдену, вот при всем там можно по-разному относиться там и к Путину, и к России, я имею в виду с американской стороны. Но вот вы как дипломат, вы же понимаете, что когда президент сверхдержавы называет президента другой ядерной державы в интервью убийцей, и говорит, ага, ну, это страшно. Это была ошибка. Я сказал. Я на это смотрела, я думаю, как бы, ну, это так же не может быть. Зачем он это сделал? имеет в виду, что я считал, я говорил на американской телевидении, это была ошибка. А вы думаете, это было, ну, как сказать, он планировал так сделать? Вы думаете, это импровизация? Это импровизация. Он такой... А разве, мне казалось, с президентом все вопросы сверяют? Ну, люди делают ошибки. Люди делают ошибки. Даже и Обама делал ошибки в этом счете. В 90-м... 2009 году он делал ошибку. Он делал первый раз его интервью, по-моему, ОРТ... ОРТ... Второй канал. Не важно. И я пришел делать брифинг для этого. И это был прекрасный день. Он сказал, давайте, Майкл, давайте играем в футбол. И мы... Мы играем в футбол, и ты делаешь брифинг во время этого. У меня хорошие фотографии на этот день, я покажу. и, конечно, брифинг был больше футбола, американский футбол, чем Путина. Тогда он сидел, и он делал ошибку. И он сказал, у Путина есть один шаг в сегодняшний день событий, и один шаг в историю. Это был ужас. Ужас. И Путин, он человек, который занимает... Он занимает... Такие вещи он помнит. Помнит, помнит. И это была огромная ошибка. Поэтому это... Ну да. Слушайте, а вот то, что сейчас два конгрессмена внесли в Конгресс предложение не признавать президентство Путина, если он пойдет на выборы в 2024 году, это какой-то серьезный шаг, это фигня, булшит. Ну, это и... Геймс. Да, думаю, это не будет. Ну, хочу вернуться на эти люди, потому что это очень важно. Да, это важно. Люди важны, да? Несмотря на Путин, Байден и бла-бла-бла, есть хорошие люди у вас, есть хорошие люди весь мира, которые, если нужна помощь, чтобы жить, я как человек, не как американец, считаю, что надо помогать. И это не скандал, это чисто где ты будешь жить, чтобы обеспечить жизнь вашей семье. Это очень простая такая задача. И не только связана с Россией, между прочим. Для меня это просто мой... У меня есть возможность помогать людям, я буду помогать людям. Не политически, а чисто людям. Скучайте по России. Я читала, что вам творога очень не хватает, что вы творог очень любите. Что, здесь не продается? у нас русский магазин, после того, как я написал, это много мне помогли и даже послал ко мне лично здесь. У меня есть много людей, которые беспокоят такие вещи. сыру, небось, прислала творожок под дом. Не сыру. Это им джокинг. понимаю, Антонов меня подарил водку, когда он был здесь, имею в виду, ваш посол здесь, потому что он беспокоился, что я скучаю. Без водки-то скучно русскому человеку. он дал мне это. Но вы скучаете серьезно по России? Ну, конечно, конечно. С 83-м году до 2004-м году самое длинное время, которое я не был в России, был, наверное, год-полтора. Это большая часть моей истории, да. А сейчас я уже 7 лет не был в России. Я бываю близко, да, Киев, но никогда не был и, конечно, скучаю. И скучаю, потому что есть прекрасные люди в России, которые я... Это слишком опасно для них для них встретиться со мной. Я буду вернуться в Россию. Я точно знал это. Это 100%. Я знаю это, просто не знаю когда. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. . Спасибо. Продолжение следует...